Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео! Большие новости, поэтому я хочу обсудить их. Илон Маск и Тесла продали биткоинов приблизительно на 1 миллиард долларов. Что вообще происходит? Я думал, что Илон Маск и Тесла были самыми большими биткоин-быками. Прежде всего, давай обсудим, что произошло с биткоином после этой новости. Биткоин упал почти на 2000 долларов после этой новости, но есть кое-что позитивное. Он до сих пор удерживается выше важного уровня в 22 тысячи долларов, который был под толком этого коридора с 13 июня 2022 года. То есть, длительное время он выступал сопротивлением, а сейчас, похоже, становится уровнем поддержки. Это хороший знак пока что. Из коридора выпрыгнули и сейчас пошли на ретест этого уровня. Если он окажется успешен и верхняя граница окажется новой поддержкой, то нас ожидает продолжение роста. Если же нет, то мы вернемся в этот коридор и снова будем торговаться в нем. И этот рост окажется всего лишь ложным пробитием. Возвращаемся к Тесле. Она опубликовала отчетность о втором квартале этого года. Это апрель, май и июнь. И он на самом деле неплох. Доход Теслы вырос на 42%, что, конечно же, очень-очень хорошо, учитывая, что происходит с экономикой. Но есть кое-что, что портит картину. Маржа автомобиля упала с 32,9% до 27,9%, то есть на 5%. Однако и это тоже не так плохо, как ожидалось. Но также они показали свои продажи. И оказалось, что в период с апреля по июнь Тесла и Илон Маск продали 75% своих биткоинов. И это очень странно, ведь все мы помним тот самый твит Илона Маска еще с прошлого года. У Теслы бриллиантовые руки. Он написал это в мае 2021 года, когда биткоин переживал падение. Что это значило? Он имел в виду, что Тесла не продаст даже во время самых тяжелых испытаний. Видимо, это оказалось не совсем правдой. Зачем же Тесла продала 75% своих биткоинов на сумму почти 1 миллиард долларов? При этом средняя сумма продажи оказалась 29 тысяч долларов за монету. Что ниже, чем средний курс покупки. То есть они продали даже в убыток. Илон Маск уже пояснил, что они сделали это для того, чтобы увеличить поток наличных денег компании Тесла. А все потому, что Тесла столкнулась с кризисом ликвидности из-за ковидных ограничений в Китае. Также Илон Маск сказал, что не поставил крест на биткоине и в будущем вполне возможно будет снова его покупать. В общем, Илон пытается всех успокоить, что он не разочаровался в биткоине. Что это просто вынужденная мера и компании нужны наличные деньги на случай, если экономика еще больше ухудшится. Короче, он готовится к еще большему краху и на всякий случай хочет иметь деньги на то, чтобы его выкупить. Кроме этого, у них есть проблемы с денежными потоками, которые они решили за счет биткоина. Интересную вещь подметил Мит Кевин, англоязычный финансовый блогер. Он опубликовал это в Твиттере. Вот что он здесь написал. Отчет о движении денежных средств показывает, что Тесла получила бонус денежного потока в размере 922 миллиона долларов от продажи биткоина. Изменение денежного потока составило 847 миллионов долларов. Выходит, что без наличных денег от продажи биткоина у Теслы был бы отрицательный поток денежных средств. Похоже, их отчет о прибыли, заканчивает он, был несколько приукрашен. Простыми словами, Тесла продала биткоин, чтобы отчет о доходности компании был позитивный, тем самым не допуская краха своих акций в день отчетности. Таким образом, биткоин буквально спас Теслу. В этом есть смысл, ведь акции Тесла в день отчета начали расти. Но вопрос остается, а зачем было продавать так много на целый миллиард долларов? Неужели все было так плохо? Видимо, Тесла просто сделала все, чтобы отчет о доходности был просто-напросто хорошим и выше прогнозов, даже в таких экономических обстоятельствах, как сейчас. Но есть кое-что хорошее, ребята. Да, Тесла слила биткоин на сумму в 1 миллиард долларов. Но посмотри на это. Всего 11 часов назад мы видели, как биткоины на сумму более 10 миллиардов долларов, что в 10 раз больше, чем продала Тесла, покинули биржи. Это означает, что пока Тесла продает, есть люди, которые его покупают. За сутки более 10 миллиардов долларов биткоина были выкуплены с биржи и выведены на небиржевые кошельки. Поэтому слова Илона Маска о том, что они, возможно, будут выкупать биткоин в будущем, конечно, обнадеживают, но это не столь важно. Как мы видим, есть множество других желающих, кроме Теслы, купить то, что Тесла продает. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди и все будет хорошо. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok